Пока губернаторы и представители Росимущества в Москве решают вопросы передачи совхоза Тепличный из федеральной в региональную собственность, сотрудники предприятия и жители села Новаталица собрались на второй на этой неделе запланированный митинг. Встречу в этот раз решили провести за закрытыми дверями. Руководство опасается распространения негативной информации. Журналистов велено было не приглашать. Мы, как говорится, уже заявили по предприятию, что нас волнует, требования предъявили. Мы видим, что немного эти требования начали исполняться. То есть, все-таки инвестор пришел на предприятие, с ним какие-то ведутся переговоры. Пошло, значит, Коньков договаривается о передаче в область. То есть, мы это видим. Нас сейчас интересует самое главное отопление, возобновление в нужных объемах отопления жилзоны. В селе Новаталице 37 многоквартирных домов, школа на полторы тысячи учащихся, три детских сада, поликлиника и стационар. Все эти объекты отапливает котельная Тепличного. С того момента, как за долги Межрегионгаз сократил поставки топлива, жить стало невыносимо. Температура в квартирах опускается ниже 10 градусов. У нас есть ветераны войны. У нас 79 ружеников тыла, которым уже за 80 далеко. И они лежачие. К сожалению, они уже не могут себя обслужить. И мы, конечно, радеем, чтобы нам возобновили отопление, наладили отопление. У нас очень много семей молодых, с маленькими детьми, которым тоже надо и искупать, и переодеть. Иногда на ночь включают чуть-чуть вроде бы. На работе у меня сегодня было, я пришел, 7 градусов в мастерской. Вчера 9, сегодня 7. Как переодеваться? Я хочу работать на совхозе, чтобы дома было тепло. Глава Ивановского района лично пообещал губернатору ежедневно отчитываться о состоянии жилзоны и о температурном режиме. Нашей съемочной группе Сергей Низов дал свои комментарии о ситуации в селе по телефону. Сейчас, в соответствии с письмом Росимущества, на предприятии проводятся мероприятия по консервации третьего и пятого участка теплиц, для того, чтобы высвободить эту часть тепла на поселок. Третий участок отключили, соответственно, у нас повышение температуры пошло. В среднем на 10 градусов завтра будет законсервирован пятый участок, что даст там лют, плюс еще 7 градусов. Соответственно, мы выйдем уже завтра к обеду на нормативное потребление тепла в квартирах. В четверг бывший директор предприятия Иван Томаш должен рассказать сотрудникам, что было решено на совещании в Москве, будет ли в полном объеме возобновлена поставка газа и на каких условиях, когда руководство предприятия возьмет на себя новый инвестор. Им стал руководитель группы компании РИАД Дмитрий Власов. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.